Приветствую вас. Я думаю, что есть некоторое противоречие у вас в том, что вы пишете. С одной стороны, вы пишете о том, что у вас достаточно слабые смыслы, у вас достаточно слабые чувства, у вас достаточно подавленное состояние. Вот, но с другой стороны, вы очень сильно страдаете из-за того, что мама называет вас бесчувственной и жестокой. То есть получается, что само чувство, оно есть, оно достаточно сильное, потому что, как вы говорите, вы очень страдаете. Ну, его нацеленность, его направленность, оно, мягко говоря, не находится в опыте. В том опыте, который находится перед вами. То есть это любовь, это настроение, это активность какая-то, да. Опыт, связанный с этим чувством, он находится глубже. Он находится у вас внутри. Он, на мой взгляд, связан с противоречием. Вот, он, на мой взгляд, связан с подавлением и с чувством вины. Почему я так решил? Ну, во-первых, во-первых, 19 лет – это у многих людей тот возраст, когда человек выбирает профессию. Первое обучение, ну, в смысле, вуз. И не всегда, не всегда человек не понимает, куда он хочет идти. Человек отдает себе отчет в том, кем он хочет быть, а выбрать нужно. И это может подавлять. Подавлять может ощущение, что я уже взрослый, хотя на данном деле я еще себя не чувствую таким. Ну, от меня уже требует быть таким. Может быть, это связано с тем, что, по вашему мнению, от вас всего-то ждут люди. Ну, близкие люди в частности. А вы чувствуете, что не оправдываете то, чего они от вас ждут. Это тоже проблематика в какой-то степени достаточно серьезная. Вот. Ну, и есть еще различные варианты. С одной стороны, есть какой-то момент, который вас подавляет, который вас принижает. Как правило, этот момент идет из ощущения, что вы должны из чувства долга, из чувства обязанностей, из чувства обязательства какого-то необходимости. Много. С другой стороны, есть чувство вины. То есть ощущение, что узнаете чувство вины – это переживание по поводу того, что вы не соответствуете чем-то ожиданиям, вы не соответствуете чем-то, ну, скажем, запросам, вы не соответствуете чем-то претензиям, амбициям. И вы не принимаете этого. Вы считаете, что вы должны, и вы ругаете себя за то, что вы не можете сделать то, что должны. Вот. Ну, по сути дела. По сути дела. Проблематика здесь, конечно, в том, что вы слепо повторяете требования, например, вашей мамы. Просто слепо повторяете требования вашей мамы по отношению к себе. Вот. Ну, например, если ваша мама требует от вас чего-то, да, да, а вы не можете, она говорит, вот, типа, какая-то такая вот, жестокая там. Если он лишился, да, то следует какого-то вот непонимания строго вашей мамы. Ну, и также вы негативно относитесь к себе. Также вы не принимаете себя. Да, и вот, задача в том, чтобы принять себя, амб... именно себя, а не требования мамы. Вот. И, возможно, возможно, где-то сегрессировать, потому что, опять же, такая подавленность может быть связана с тем, что вы не защищаете себя. Что вы не привыкли себя защищать, что вы не привыкли говорить «нет», что вы не привыкли сопротивляться, а привыкли всё делать таким вот, как бы, насколком, как бы, нахрапом, да. Вот. Ну, может быть, может быть, может быть, наоборот, потихонечку, но в любом случае. Вот. А что такое настроение? Вот. Проще всего настроение можно описать, как восприятие, да. То есть некая такая освещенность под углом, в которой человек видит окружающий мир. И эта освещенность, она зависит от ресурсности человека. То есть если человек, что называется, в ресурсе, я в ресурсе, это значит, что я следую своим чувствам, это значит, что я, как бы, осознаю, что со мной происходит, что я чувствую и так далее. Вот. И, как бы, действую, вот, соответственно, с этим. И не ресурсно, а, как бы, состояние, когда я не осознаю. И, соответственно, ресурсное состояние – хорошее настроение, а не ресурсное – это плохое. Вот. Поэтому нет ничего удивительного для вас, что у вас плохое настроение, именно в силу того, что вы находитесь не в ресурсном состоянии. Ну, если вы научитесь в ресурсное состояние входить, а это именно, вот, прислушиваться к своим чувствам, да, выражать их, следовать им, вот, то ситуация, в принципе, будет нормализовываться. Особенно с учетом того, что чувства, они у вас действительно есть. То есть они никуда не делятся. Вы страдаете – это и есть чувства. Я полагаю, что страдаете, по главным образом, от чувства вины. Вот, что стоит за чувством вины. Нужно разобраться, научиться это выражать. И тогда у вас появится реальный шанс на то, чтобы все исправить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!